А я вам сейчас покажу и даже немножечко расскажу. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Танкович. Наступил новый 2023 год, и поэтому я решил, что в первой программе Нового года мы не будем по традиции разносить российских политиков, пропагандистов и вообще обсуждать то, что происходит в России. А просто попробуем вспомнить, что хорошего произошло в 2022 году. Мне хочется, чтобы и вы присоединились и написали в комментариях, что у вас хорошего, позитивного и доброго случилось в 2022 году. Поэтому попробуем все сделать, знаете, так, чтобы было красиво и по-доброму. Может, даже снежок сейчас пойдет, музыка новогодняя заиграет. А еще я прошу вас поддержать это видео лайком и подписаться на канал. Но давайте начнем. Первое и самое важное, что произошло в конце февраля 2022 года, это то, что Украина выстояла. Несмотря на то, что российские пропагандисты обещали взять Киев за три дня. Да и не только российские. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Хотя, возможно, это просто разница в ощущении времени. Три российских дня превратились в уже более чем 300 обычных дней. Хотя вряд ли кто-то из украинцев назовет их обычными. В первые дни полномасштабного вторжения российские пропагандисты все как один кричали, что президент Украины покинет Киев. Причем и западные партнеры Украины говорили об этом и предлагали даже свою помощь, чтобы организовать переезд. Но Владимир Зеленский не уехал. Он остался. На мой взгляд, это воодушевило украинцев. В конце февраля на улицах Киева раздавали оружие тем, кто был готов защищать столицу Украины. И вы знаете, это был тот случай, когда желающих было больше, чем оружие. На защиту Киева стали вооруженные силы Украины и террабороны и просто обычные люди. Кадры, как украинцы готовили коктейли Молотова и как голыми руками останавливали российские танки и облетели весь мир. И мне кажется, что именно в этот момент мир окончательно понял, что должен помочь Украине. Мы узнали такие слова, как «Джевелин» и «Энлав». Причем мы узнали, а русские оккупанты прочувствовали их на себе. Правда, немногие из них могут сейчас поделиться своими впечатлениями о встрече с «Джевелинами» и «Энлавами». Чуть позже в обиходе появились такие слова, как «Хаймарс» и «Три семерки». И сейчас уже, знаете, никто не вспомнит, что раньше «Три семерки» это был недорогой советский портвей. А еще Европа встретила и разместила у себя миллионы украинских беженцев. Польша, Чехия, Германия, Болгария, Румыния. Правильнее будет сказать, вся Европа. Хотя и тут я буду не до конца точным, потому что программы по поддержке украинских беженцев появились во многих странах мира. США и Канада, например. И в такие моменты понимаешь, что если термин «братский народ» и имеет право на существование, то он точно не про Россию. Братский народ это, например, поляки. Потому что именно Польша приняла у себя наибольшее количество беженцев из Украины. И не просто приняла, а помогала во всем. Говорю об этом не просто так, моя семья смогла найти защиту в Польше, за что я сильно благодарен этой стране. Я помню, как когда украинский поезд проезжал небольшие станции в Польше, на них стояли поляки и махали, чтобы поддержать украинцев. Я помню, как пшемысли, волонтеры, говорящие на всех языках мира, согревали и кормили людей, которые вырвались из лап войны. А еще украинская железная дорога. Да, Украинская железная дорога стала дорогой жизни во всех смыслах этого слова. Поезда, которые уходили на запад, вывозили тысячи беженцев. А когда возвращались на Восток, везли гуманитарную помощь. И проводницы, и машинисты каждый день спокойно и уверенно выполняли свою работу. Потому что знали, что это важно для всей страны. Прошло совсем немного времени, и на этих поездах в Киев стали приезжать политики ведущих стран мира. Они приезжали и продолжают приезжать, чтобы поддержать Украину. Я уверен, что есть несколько проводниц, у которых коллекция селфи с известными мировыми политиками больше, чем у некоторых руководителей стран. А вот самопровозглашенные руководители России и Беларуси не могут похвастаться такими фотографиями. Потому что у той же России практически никого не осталось из союзников. Ну, разве что он, ну и они. Если последние уже запрещены по всему миру как террористическая организация, то первого это еще ждет. Если уж вспомнили о России, то надо признать, что за 2022 год российские политики сильно изменились. Кто-то решил, что истина в вине. И настолько сильно начал искать истину, что стал ярким примером и доказательством того, что алкоголь это зло. Кто-то не смог усидеть на месте и нашел приключения на это самое место. Кто-то весь год критиковал российское руководство и армию. А по факту сначала поэкспериментировал с внешностью. Съездил ненадолго на фронт только ради вот таких странных фото. Но давайте все-таки говорить о хорошем. Добровольцы. Добровольцы со всех уголков планеты, которые откликнулись на призыв Владимира Зеленского и поехали защищать Украину. Американские, европейские, грузинские, чеченские, белорусские и многие другие. Чеченский батальон имени шейха Мансура. Грузинский национальный легион. Полк Костуся-Калиновского. И важно понимать, что это не наемники. Нет, не как ЧВК Вагнера, которые собирают зэков по всей России. Это официальные подразделения, которые сражаются за Украину в составе вооруженных сил Украины. За что им огромное спасибо. И благодаря в том числе и добровольцам Украина смогла отстоять Киев. Чуть позже освободить Харьковскую область и Херсон. Хотя если вы живете в России и смотрите выступления вот этого человека, то вам кажется, что все совсем не так. Там рассказывают о постоянных успехах российской армии. Причем успехи Министерства отступления и доброй воли России были настолько впечатляющими, что оказалось, что российская армия уже в первые дни полномасштабного вторжения уничтожила украинских самолетов и средств ПВО больше, чем в Украине их вообще было за всю историю. И если бы у Коношенкова, как у Пиноккио, вырастал нос каждый раз, когда он врет, то сейчас бы он физически не смог передвигаться, и его было бы видно издалека. А еще вторая армия мира благодаря усилиям вот этого человека превратилась в армию отступления и жестов доброй воли. Благодаря вот этому стала армия ТикТока. До сих пор все вспоминают кадры героической борьбы кадыровцев со светофорами и кустами. А вот этот персонаж окончательно превратил российскую армию в армию воров и убийц. В сентябре успехи российской армии стали безоговорочными, и Путин принял решение о проведении мобилизации. Россияне безумно обрадовались такому решению и на радость их поспешили уехать. Из России в Грузию, Казахстан в другие страны. Причем некоторые уходили пешком. А те, кто не смог уйти, даже чисто физиологически, тут же получил повестки. В целом России удалось собрать элиту российской армии. Вот так она выглядит. Но с другой стороны, в мобилизации есть и плюсы. У каждой российской семьи появилась мечта и мотивация. Белая лада. Но давайте снова о хорошем. Мне кажется, вспоминая прошлый год, важно вспомнить и украинских волонтеров. Потому что благодаря им в Украине произошли удивительные вещи. Только украинцы научились за несколько дней, иногда и часов, собирать деньги на Байрактары для вооруженных сил Украины. За что там Байрактар? У Украины появился собственный разведывательный спутник. Иногда думаешь, как такое возможно? Ведь война идет уже больше 10 месяцев. В Украине сложнейшая экономическая ситуация. Откуда у людей еще деньги остались? Но, как шутят сами украинцы, это мы еще доллары не сдавали. Также хочу вспомнить и украинских артистов. Они тоже не остались в стороне. По сути, организовав еще один фронт творчески. Концерты для украинских военных на передке. И благотворительные концерты в Европе и Америке. Для того, чтобы заявить на весь мир об Украине. Для того, чтобы поддержать украинских беженцев. Для того, чтобы собрать деньги для вооруженных сил Украины. Да, война продолжается. Но давайте откровенно. Именно Украина в 22-м году доказала всему миру, что свобода стоит того, чтобы за нее бороться. И борются за свободу все. И президент Украины, который не сбежал из Киева, как это предрекали в России. И вооруженные силы Украины, которые защищают каждый метр украинской земли. И волонтеры, и добровольцы. И обычные простые люди. Проводницы, врачи, учителя, спасатели. Да что там говорить дети. Украинские дети в своем юном возрасте уже многое понимают и помогают украинской армии. Скажу больше. Даже животные готовы помогать Украине. Пес Патрон стал самым узнаваемым псом во всем мире. Да, 2022 действительно был тяжелым. И этот год, 2023, тоже будет непростым. Но этот год решающий. Я уверен, что именно в этом году Россия займет наконец-то свое законное место в истории. А Украина победит. И украинцы наконец-то снова увидят мирное небо над головой. На сегодня это все. Поддержите это видео лайком и подпишитесь на канал. Слава Украине! Живей Беларусь! Проснись, Россия! До встречи! Продолжение следует...